МД Регион. Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Итак, господа, добрый день. Меня зовут Фёдор. Этот видеоролик снят специально для конкурса «Расскажи свои секреты» от компании МД Регион. И в этом видеоролике я вам расскажу, как с помощью металлоискателя вы можете не копать современные пробки. Вы все прекрасно знаете, что пробки – это бич. Бич среди копателей, которые попадаются всюду и везде. Они, надо сказать, очень надоедают в процессе копа. Когда вы копаете, их попадается большое количество. Большая усталость за счёт этих пробок, потому что приходится перелопачить большое количество земли. В этом видеоролике я вам расскажу, как можно современные пробки отсекать с помощью металлоискателя Майнлаб. То есть полностью вся линейка для этого подходит. Именно это Майнлаб Экстера 305, Майнлаб Экстера 505 и Майнлаб Экстера 705. Сейчас у нас в этом видеоролике будет показано Майнлаб Экстера 705. И я вам покажу, как с помощью этого металлоискателя вы можете отсекать современные пробки. Смотрим дальше. Итак, господа, вот, собственно говоря, наши испытуемые. Вот, ну сейчас вот в данном видеоролике показано два типа пробок. То есть это пробка алюминиевая. Показываю вам чисто для сравнения. Вот такую вот алюминиевую пробку, конечно, не получится отсечь. Почему? Потому что она сделана из алюминия. И сделать это невозможно на металлоискателе. А вот такие вот пробки, которые сейчас встречаются сплошь и рядом, то есть это пробки от пива, пробки от лимонада всеми любимого. То есть присутствуют в большом количестве, в основном на пляжах. То есть этот способ очень хорошо будет действовать на пляжах. И с помощью металлоискателя вы можете полностью отсекать вот эти вот пробки. Все вы знаете, хоть вот эта пробка выполнена из жести, но все равно она металлоискателем определяется как монета. Сейчас я вам это продемонстрирую Вы можете увидеть, что пробка здесь закрашена в черный цвет Я, собственно говоря, это сделал из каких соображений Так как здесь была рекламная информация То есть пивоваренного завода, чтобы не распространять, как говорится, информацию в сети Я ее закрасил Вот, господа, я, собственно говоря, выкосил вот такое небольшое место для испытаний То есть у нас сейчас трава поднялась Май месяц Вот, собственно говоря, подготовил небольшой полигон для испытаний Вот, я покажу вам сейчас пробочку Вот наша испытуемая пробочка Вот она Я сейчас ее положу И посмотрим, что нам показывает металлоискатель Вот, господа, сейчас я вам покажу Настройки, собственно говоря, самого металлоискателя Вот Значит, смотрим У нас стоит полифония Чувствительность стоит на полную Тридцаточка Отстройка от электропомех Я вот сейчас буквально сделал На двоечке стоит Вот, соответственно, пороговый тон у нас 25 Тоже максимум И громкость на 30 Вот, соответственно, для чистоты эксперимента Я сейчас поставлю режим все металлы Вот, и я вам покажу, что у нас получится Итак, господа, смотрим Вы видите, что эта пробка, она звучит Да, то есть, достаточно-таки нормально 42, 44 Итак, господа, я вам показал, да, то есть, как звучит данная пробка Данная пробка, она звучит достаточно интересно Да, то есть, характерным медным сигналом Вот, число ВДИ показывает 40, 42 Да, то есть, как, собственно говоря, и одна копейка Николая II Ну, и, собственно говоря, дальше я вам сейчас покажу, как, собственно говоря, определить эту пробку, да, то есть, не копать ее, да, то есть, собственно говоря В общем-то, в целом, надо сказать, что этот секрет, он в большей степени будет подходить для любителей пляжного поиска Почему? Потому что вот эти вот пробки современные в большом количестве встречаются именно там Понятное дело, что если по старине вы ищете, да, то есть, то, как бы, в поле на старом поселении Такую пробку найти гораздо сложнее Вот, ну, и, собственно говоря, давайте сейчас приступим к самому эксперименту Я сейчас выкопаю ямку С рождения Боби по и мальчикам был Молодец Имел Боби хобби, он день не любил Хороший мальчик Любил и гопил А что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот Счастливый отец А Боб на диете не ест и не пьет Бедненький мальчик Копилку кладет Деньги, деньги, древние деньги Позабыв, покой не лень Делай деньги Делай деньги Делай деньги А остальное все древний день А остальное все древний день Дальше что было? Здесь пленник, там шилинг, а где-нибудь фу Большие деньги Столкопий мошенник, мошенники плод Почему мошенники? Итак, господа Вот я выкопал ямку Вот она, яма наша Вот, ну где-то сантиметров Может быть, 7-8 Лопата, с помощью которой я, собственно говоря, копал Испытуемая пробка Ну и, собственно говоря, сам металлоискатель Вот она Берем нашу пробку Вот она Ложим ее на дно ямки Прикрываем пластом Земли Вот, и смотрим, что у нас сейчас получится Итак, господа, смотрим, что у нас получается Вот, смотрите, при проводке катушкой над пробкой У нас характерный монетный сигнал Вот, вы видите, да? И смотрите, что я сейчас буду делать Я отклоняю катушку немного назад Вы видите, что у нас сигнал становится четкий Железный сигнал Ну, в минусы бьет Также будет проходить Да, то есть Вернее, получаться такая схема Когда вы катушку будете двигать достаточно вперед далеко Также у нас сразу булькающий сигнал И чисто железный отклик В минусах Вот Только я навожу середину катушки на саму пробку И мы видим хороший монетный сигнал Итак, господа Давайте подведем итоги Что у нас получается Это пробка Она выполнена из жести Но так как имеет круглую свою форму Металлоискателем она определяется как цветной металл Ну и, собственно говоря, с помощью всей линейки металлоискателей Майнлаб То есть экстера Вы можете бороться с этим То есть не копая вот такие вот пробки Что у нас вообще в принципе получается То есть когда вы проводите металлоискателем Над вот такой вот пробочкой Я сейчас перейдусь поближе Вот, собственно говоря, у нас сама катушка здесь показана И когда вы проводите металлоискателем А именно катушкой над самой пробкой посередине Металлоискатель у вас определяет ее как Собственно говоря, цветной металл И, соответственно, выдает Как, ну, выдает ее за монету Но когда вы начинаете катушку двигать То есть уводите ее вперед За пределы монеты Либо уводите ее назад За пределы монеты У вас металлоискатель Икстера 705 Начинает звучать Металлическим Четким металлическим сигналом То есть вот таким способом То есть если вы копаете на пляже Ювелирку там, да То есть, ну, собственно говоря На пляже И у вас попадается Очень большое количество Вот таких вот пробок Вот таким вот методом С помощью данного металлоискателя Вы можете с этим бороться Вот Ну, собственно говоря В этом и заключается Мой секрет Всем огромное спасибо За внимание Да, то есть Пользуясь, соответственно, случаем Так как я это видео записываю На 9 мая Да, то есть 9 мая 2015 года Хотел бы всех поздравить С великим праздником Да, то есть С 70-летием победы Пожелать всем счастья Радости, успехов И, собственно говоря Мирного неба над головой Всем спасибо Всем до свидания До встречи МД-регион Федеральная сеть магазинов поисковой техники